Здравствуйте, мои дорогие! Сегодняшний DIY будет и для взрослых, и для детей. Он будет очень прост в исполнении, и нам понадобится следующее. Прозрачная посуда. Любая, какая у вас есть. Будь то пивная кружка, банка, вазочка, креманка, салатник, неважно что. Или вазочки на ножке, которые мы с вами клеили в прошлом году. Что же нам еще понадобится? Какие-то искусственные цветы, какие-то, возможно, фигурки. Вот эти вот грибочки, божьи коровки. Возможно, какая-то зелень нам понадобится. Вот я набрала. И, конечно же, мох. Мох очень древнее растение. Существует очень много разных разновидностей мха. Посмотрите, какой же он красивый. Это что-то, посмотрите, что создала природа. Не знаю, я прям могу на это любоваться часами. И вот еще, посмотрите. Разный весь. Очень много-много сортов мха бывает. И раньше на земле, когда еще водились динозавры, не было никаких цветущих растений. И он радовал глаз динозавров. Коли мы заговорили о динозаврах, так давайте же с вами сделаем вместе с детишками Парк Юрского периода. А делать мы его будем вот в этой банке. Всем вам знакомый. На дно банки я укладываю камушки. Поверх камушков я буду класть мох. На задний план я закреплю обычный одуванчик. Если вы хотите, чтобы все это росло, то насыпайте обязательно землю. Еще небольшая деталька. Вот такой красивый камушек. И запускаем динозавров. Вот такой парк Юрского периода в банке у нас получился. Следующий садик мхов мы будем делать вот в такой обычной креманке. Можете на дно, я еще раз повторяю, добавлять немного земли. И обязательно надо этот садик опрыскивать, чтобы он хорошо рос, чтобы хорошо себя чувствовал. Поставила вот этот мох. Посмотрите, какой он. И сюда. Помните, наши мухоморчики из Фикс Прайса? Просто-напросто втыкаем в мух эти мухоморы. Ну, я думаю, штучки 3. Вот сюда, наверное. Будет достаточно. И вот такой вот еще один садик мхов. У нас с вами получился. Следующий мы будем делать вот в этой базе. Кладем мух. И сверху сажаем какую-нибудь фигурку. Вот у меня вот такая смешная лягушка есть. Вот так. Ну и, наконец, последний делаем в салатнике. Выкладываем мох. Всякие щепочки. Вот это вот. Берем чагу и сверху на нее налепляем божью коровку. И ставим вот сюда. Она немножко оживляет вот эту вот зеленую монотонность. Ну, и берем еще одну чагу. Тоже лепим сюда божью коровку. И просто кладем рядом. И хочется мне еще в эту композицию добавить траву. Обычную травку. И вот такое. Растенец. Растенец. И в итоге вот такие композиции у меня получились. Создать их можно миллион. Все зависит от вашей фантазии. Смотрятся они очень мило. И простоят, мне кажется, довольно-таки долго. Но на этом все. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok